Продолжение следует... Мой младший брат ленивый и продажный командир. Нося на плече щит нашей семьи, он позорит нас. Но я уже ушел в политику и бессилен. Хочешь убить его? Задача не из легких, но нужно убить спартанца. Я помогу. Я у тебя в долгу, наемница. Хайрат? Пора забрать деньги. А, это ты. Удалось его убить? Он уже мертв. Прекрасно, друг мой. Это тебе за работу. Сойдет. Хайра, тебе что-то нужно? Мне бы больше Драхм смог бы купить себе свободу. Или придется ждать, пока умрет мой хозяин. И, конечно, его нужно убить. Ловишь на лету. Ну что, сделаешь? Положись на меня. Поторопись. Хайрат? Пора за наградой. Снова ты. Удалось его убить? Он уже мертв. Все мое, твое. Держи. Я довожу дела до конца. Тебе что-нибудь нужно? Жизнь рыбака трудна. Рыбы много, но она гниет на жаре. Ее не довезешь до рынка. Солильщики могут сохранить мой улов, но не хотят. Почему? В порту слишком много рыбаков. Слишком много рыбы. Если бы лодок в море выходило меньше, меньше было бы и рыбы. Тогда бы соли хватило и мне. Хочешь потопить все корабли? Именно так. Не оставь ни одного корабля. Дело непростое, но я справлюсь. Благодарю тебя, Мистия. Дохранят тебя Мойра. Пошать скорость! Вперед! Вперед! Стребите! При каком-то стрелять! Наварить! На мою голову еще это много драк. Убрать пару! Отлично! Убираем пару! Убрать! Ууу! Сотержать! Что-то ты прийти, Хварнава. Прости. Много лет тому назад, в такую же ясную ночь мы с Гарасом, моим другом, сплыли на замысл. И вдруг услышали, что в окне кто-то поет наши имена. Лазовный pancakes! Вы забыли обо всем. Скажи еще, что видел Чильда. Гарас, это лучше, чтобы избавиться от их чад. Но когда я хотел предупредить Гараса, вы увидели, что его нет. Нет, пока нет. Никогда не знаешь, куда приведет тебя зов моря. Быть может, Гарас, царь дальних земель, лишь боги ведают. Крепцы, по местам! Это торговец, капитан, безобидный торговец. Еще в воду! Давай! Занять резла! Крепцам, занять свои места! Смельяй! Ты, капитан, ты в ответе за крушение. Корабль! Простой торговый корабль. Ты пустил его ко дну, а наш разбил оскалы. Мы недалеко от Кеоса. Нас найдут, это точно. Акулы найдут тебя прежде. Стойте! Не вмешивайся! Сейчас капитан получит по заслугам. Что он сделал? Ничего хорошего. Неужто он обидел вас, бедных пиратов? Не надо было связываться с этим Малакой. В кой-то веке получили работу от Ксении, а он все испортил. Как вы оказались на острове? Я все расскажу. Я капитан. Мы вдоволь тебя наслушались. Я хочу выслушать капитана. Ну так вот. Мы участвовали в морском сражении и выиграли. Все благодаря мне. Но я не заметил, что рядом скалы. Так бывает. Может, поможете нам вернуться в Кеос? Он ваш капитан. У капитана должен быть корабль. А он свой корабль прохлопал. Если поможешь вернуться в Кеос, я щедро заплачу. Отойди. Прочь с дороги. Капитан Готарзис возвращается на Кеос. Напрасно ты суешь свой нос в чужие дела. Он слишком долго морочил нам голову. Нет, живым он отсюда не уйдет. Спрячься за мою спину. О, боги, на помощь ее поклонись твою еду от меня. Ну и битва, да? Спасибо тебе. А теперь отвези меня на Кеос, и ты не пожалеешь. Очень надеюсь. Ты же не хочешь повторить их участь? Что ж, тогда вернемся на мой корабль. Готарзис! Я ожидала другого. Готарзис! Я думала, ты погиб. Где твой корабль? Ой. Он плыл слишком близко к берегу. Корабль разбился о скалы. Мы были в самой гуще битвы. Малака! Для меня главное, что ты жив, братишка. Он твой брат? К сожалению, да. Что с командой? Эти псы вздумали убить меня. Если бы не Мистия... Он бы погиб. Значит, ты заслуживаешь награду. Готарзис обещал заплатить. Щедро заплатить, если я правильно помню. Вот и плати. Я? Но ведь это ты... Ладно. За мной, Бестолочь. Спасибо, Кассандра. Семья превыше всего. Спасибо за его жизнь. Олефрио Нимар. Кровь или перемены. Решать Феникс. Эти рисунки повсюду. Недовольство трудно не заметить. Пролейте кровь. И недовольных поубавится. Нужно думать наперёд. Политика. Хоть иногда и хочется сделать, как велит сердце. Кто-то явно ищет внимание. Может, стоит пойти навстречу? Я тоже так подумал. Не хочешь взять это на себя? Направь меня, я быстро с этим покончу. Видишь этот краситель? Он довольно редкий. И здесь его использует лишь один художник. Слышал, он живёт в пещере у водопада Руцуна. А что на остальных рисунках? В основном угрозы. Если люди не успокоятся, Феникс умрёт. И у нас будет другой Архонт. Художники вообще ранимы. Но здесь особый случай. Люди думают, что грядёт война. И они правы. Но они уверены, что в этом виновата Феникс. Я убью его. Нельзя отвечать насилием на насилие. Станет только хуже. Ну, как хочешь. Она этого хочет. Феникс сражается за людей, а не против них. Просто избавь нас от этой живописи. Разве это живопись? Это оставил автор послания. Нужно показать торговцам. Субтитры создавал. Субтитры создавал. У меня есть пара вопросов. Задавай. Я не занят. Рядом с рисунками я нашла осколки камня. Что можешь о них сказать? Это наждак, друг мой. Верный помощник гончара. И не только. Хотя в таком виде он вряд ли на что-то годится. Наждак? Камень? Его добывают на Наксосе? Да, возле водопада Руцуна. Спасибо, Эросо. В следующий раз купи что-нибудь. Необычная краска. Спрошу у торговца, где художник мог её достать. У меня есть пара вопросов. Задавай. Я не занят. Этот краситель используется только в рисунках. Кто-нибудь покупал его у тебя? Припоминаю. Один человек спрашивал об этой краске. Один? Кажется, да. В тот момент у меня её не было. Тогда он спросил, есть ли такая краска у других купцов. Спасибо, Эросо. Тут остался волос. Может быть, он из кисти художника? Спрошу Агелоса. У меня есть пара вопросов. Задавай. Я не занят. Осматривая рисунок, я нашла этот волос. Ни о чём не говорит. Художники Наксоса часто делают свои кисти из волос животных. Так чей же это волос? Слишком длинный для оленя. Говорят, какие-то смельчаки срезают мех со здешних медведей. Что ни говори, художники народ чокнутый. Вот ты где. А я тебя ищу. Зачем? По просьбе Феникс, мне нужен художник. Ты. Ты убьёшь меня? Решать тебе. Мистия. Феникс прекрасный лидер. Так ей и передай. Я лишь делаю, что велят. Безвольная овца. Не веришь в свои же послания. Я не знал, что всё так обернётся. Зачем ты это делал? Мне так поручено. Солдаты приказали. В их руках власть. Попытаюсь их ослушаться. Легко. Я не боюсь их. Я бедный художник. Архонт обещал столько Драхму, сколько мне и не снилось. И вот чем всё кончилось. Я перестану. Честное слово. Помни, убить тебя проще простого. Больше никаких рисунков. Вот договор. Смотри сама. Мы закончили. Больше такого не будет. Хайре, друг. Тебе нужна помощь наёмницы? Мы грузим оливковое масло. Правда, крестьянину сильно недоплатили за товар. Чем выгоднее сделка, тем лучше. Особенно, когда она выгодна мне. Здесь письмо от знакомого торговца. Всем будет лучше, если крестьянин его прочтёт. Ну, кроме покупателя, он будет зал. Поручаешь доставку мне? Именно. Доставь целости и сохранности. Я этим займусь. Боги улыбнулись мне. Да хранят тебя боги. Это тебе. Спасибо, Мистия. Вот. Возьми. Я здесь по поводу работы. Что случилось? Разбойники украли мои серьги. Только серьги? Радуйся, что ты осталась жива. Это не совсем обычные серьги. Что в них особенного? Подарок от любимого? Нет. На них было вырезано послание для афинского командира. Драгоценности часто так используют. Воры даже не заметили. Я должна отнять это у разбойников? Нет. Убей всех разбойников. Я помогу. Хорошо. Только сделай всё осторожно. Вернусь, когда закончу. Хорошо, тут скоро пройдут солдаты. Пожалуйста, нам лучше здесь не задерживаться. Ты умрёшь. Так, за награды. Павши туту. Долгожданная свобода. Я у тебя в долгу. Ты здесь? Удалось их убить? Они мертвы. Все до одного. Ты смогла всё уладить. Благодарю. Спасибо. Упячь здесь! Упячь здесь! Упячь здесь! Упячь здесь! Дерьмо! Прочь от меня! Прочь от меня! Нужна ли тебе моя помощь? Век мой будет недолгим и безнадёжным. Хозяин отправил меня работать на рудники. Тяжкий труд. Я долго не выдержу. Я куда слабее, чем думает хозяин. Если б только с ним что-то случилось. Или если бы я мог купить у него свободу. Хочешь, чтобы я дала тебе денег? Да. Любые деньги будут кстати. Держи. Это тебе. Как идут дела? Мне нужно отдать эту оленю шкуру крестьянину. В качестве извинения за убийство свиней. Зачем ты убил его свиней? Они стояли за оленем, в которого я стрелял. Их визг был просто невыносим. То есть это нужно доставить крестьянке? Было бы идеально. Дело непростое. Но я справлюсь. Нужно сделать это поскорей. Спасибо. Да хранят тебя, Мойра. Это тебе. О, спасибо. Вот это тебе за помощь. Хайри, друг. Нужна ли тебе помощь наемницы? Знаешь, раньше меня уважали. Но я играл, и это разрушило мою жизнь. Нет денег, негде и жить. Проиграть всё может лишь глупец. Меня обманули. Немного денег, и я смогу встать на ноги. Или отомстить тому, кто лишил меня всего. Дай угадаю. Его нужно убить? Пусть истечёт кровью. Я помогу. О, боги. Спасибо. Вернусь, когда закончу. С этим покончено. Снова ты. Удалось его убить? Он уже мёртв. Прошу, прими в знак благодарности. Я довожу дела до конца. Я видела твоё объявление. Чем помочь? Один из жрецов сбежал, чтобы вступить в бой. Гордый старый дурак. Но он забыл свой меч. Ты боишься, что он полезет в бой даже без оружия? В этих краях полно разбойников. Боюсь, что без своего меча он даже до поля боя не дойдёт. Заняться доставкой должна я? Да, всё просто. Не повреди по дороге. Положись на меня. Ты исполнишь волю богов. Да хранят тебя боги. Это тебе. О, спасибо, Мистия. Вот, за твои труды. Я видела твоё объявление. Что случилось? Боги, это правда ты? Легендарный наёмник, что путешествует с великим историком Геродотом. Да, мы с ним познакомились в Факиде. Знаю. Я была в очереди к Пифе. Видела, как вы говорили. Если честно, я пришла туда взглянуть на Геродота. Я хочу стать писательницей, как он. Он правда так велик, как говорят. Геродот очень любопытная личность. Иногда кажется, что он знает всё и обо всех. Как я и думала, раз ты тоже им восхищаешься, сделаешь кое-что для меня. Говори. Может, Геродот заметит меня, если я начну писать о его любимой музе. О тебе. История о том, как ты голыми руками убиваешь льва. Или пробой с акулами. И я должна убить эту тварь. Знаю. Это сложное задание, но льва нужно убить. Я возьмусь за это. Ты просто герой. Можешь предоставить это мне? Я всё богаче и богаче. Местия убила эту тварь. Зверь убит. Столкнув нас, боги улыбнулись мне. Спасибо. Вот, захлопоты. Рада помочь. Что-то нужно? Неподалёку спрятан сундук с ценностями. Солдаты хотят посвятить их богам. Зря они это. Зря? Почему? Если бы боги нуждались в золоте, они бы спустились к нам. А ты не боишься навлечь на себя гнев богов, похитив сундук? Наемники чтят только деньги, разве нет? Я скажу, где сундук. Но его хорошо охраняют. Ты просишь меня перерезать всех этих солдат? Нет. Верни эту вещь мне. Дело непростое, но я справлюсь. Ха, ты и впрямь не из трусливых. Оставь это мне. Не стоит здесь оставаться. Дело сделано. Есть ли добрые вести? Это твоё. Спасибо за помощь. Вот, это тебе. Спасибо. Хайре, может ли наёмница тебе помочь? Вы с ней похожи. С кем? С Феникс, что правит Наксосом. У тебя такой же взгляд. Вы, наверное, родственницы. Не знаю, о чём ты говоришь. Странно. Я умею подмечать такие вещи. Что ж, раз уж ты здесь, помоги нам с соседями Афининами. Они крадут нашу рыбу. И ты просишь убить всех Афинин. Нужно убить всех солдат. Иначе никак. Хорошо. Я возьмусь. Слава богам. Хайре. Лучше не попадаться. Ты уже знаешь? Нам наконец-то заплатят. Что ещё? Я. Спасибо. Слава богам. Девушки отдыхают. Яу! Сегодня я нашла невероятные ценности. Целый клад. Нужно отнести их моей сестре, она сможет продать их. Но разбойники нападают на всех, кто идёт в город. То есть нужно отдать это торговцу? Да, именно. Я берусь. Ха, ты впрямь не из трусливых. Ну, увидимся. Это от охотницы за ценностями. Как раз то, что нужно. Вот твоя плата. Ах! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Лучники, по местам! Лучники, нападите! Ускориться! Лучники, приготовьтесь! Дай фару! Души весла! Готовьте весла! Держитесь! Лучники, готовьтесь! Готовьте лук! Ловляй фон! Готовьте целый! Готовьте! Готовьте! Готовьте свои позиции! Курс в открытое море! Противник близко! Готовьтесь! Готовьтесь стрелять! Вы правы! Отлично! Это их задержит! Вперед! Готовьтесь огня! Навалитесь! Вперед! Навали! Выстыгайте стрелы! Лучники, приготовьтесь! Вперед! Балага! Гребцы! Навались! Глядите! Что-то есть! Думаю, мы в безопасности! Но забывать овосторожности не стоит! Плывем! Субтитры делал DimaTorzok Суши весла!